На протяжении последних недель российские власти наперебой обещали спасти рынок автомобилей и запчастей, разрешив механизм параллельного импорта. И, наконец, это случилось. Соответствующий приказ Минпромторга начал действовать 7 мая. А что такое параллельный импорт, расскажет специальный выпуск новостей с колес. Итак, схема параллельного импорта позволяет возить на территорию России разнообразные товары без разрешения производителей и правообладателей. До нынешней весны такой механизм был вне закона. Ему активно противились представительства бренда, в котором было выгодно, чтобы машины и запчасти возились только через официальные каналы. Но сейчас ситуация резко изменилась. Ведь многие заграничные компании поставили свой российский бизнес на затянувшуюся паузу, разом лишив покупателей и техники, и деталей. Плюс сказались санкции Евросоюза и Японии, что запретили поставки дорогостоящих автомобилей, а заодно и запасных частей для них. Что изменилось? До этого, чтобы ввести на территорию России партии серийных машин, юридическому лицу требовалось получить одобрение типа транспортного средства либо на партию, либо на серию автомобилей. А для того, чтобы получить соответствующий документ, иметь разрешение от владельца бренда. При параллельном импорте такое разрешение не требуется вовсе. В разрешительный список Минпромторга вошли около 50 брендов, включая чисто грузовые MAN и Scania. Соответственно, в Россию, не спрашивая правообладателя, теперь можно возить и технику, и оригинальные запчасти этих марок. Кстати, во многих странах, где параллельный импорт давно разрешен, включая, например, Объединенные Арабские Эмираты, есть огромные хабы, что активно торгуют автокомпонентами. И там агрегаты, электроника и кузовные элементы, как правило, стоят дешевле, чем за аналогичные позиции просят на складах дистрибьютора. Но желающих привезти все это из-за границы наверняка будет предостаточно. Так что посещение дилерских центров теперь будет не столь привлекательным, как ранее. Ведь торговать оригиналом смогут не только официалы. Добавим, что приказ Минпромторга исключает гражданско-правовую ответственность, но не означает разрешение на ввоз и оборот контрафакта. Продукция должна быть легально оформлена там, откуда осуществляется импорт. Продолжение следует...